Иванское христианство После 1905 года Первая мировая война Изменила отношения Общества, духовенства И властей к евангельским верующим К ним стали опять относиться С особым подозрением Обвинять их в отношениях В связях с Западом, с Германией Снова начались аресты Обыски, тюрьмы, ссылки Но Вот что значит сила христианства Почему мы Называем христиан солью земли Евангелие так называют их Несмотря на Такое недоброжелательное отношение Несмотря на плохую атмосферу Которая стала складываться Верующих Перед войной Во время войны Первой мировой Верующие все-таки старались Исполнять свою Святую обязанность Свой долг Перед Богом И перед ближними Каким образом Первая мировая война Верующие при молитвенных домах Открывают лазареты Госпитали В Петрограде Лазарет был открыт При доме Гевангелия Как раз В том доме, который Фейклер строил На базе лазарета Начинает работать Фонд Милосердного Самарянина Фонд Милосердного Самарянина Там собирают одежду, пищу, медикаменты Книги Священного Писания Раздают нуждающимся Такие же лазареты Были открыты баптистами При молитвенных домах В Балашове Это Саратовская область В Астрахани Верующие старались Нести в окружающее общество Любовь к Христову, заботу А власти, наоборот Действовали В противовес Закрывались библейские курсы Те курсы, которые открыл Проханов в 1913 году Они были закрыты Был наложен запрет На выпуск духовных журналов Газет Утренняя звезда закрылась Журнал «Баптисты» закрылся Молодежный журнал «Друг молодежи» Которые издавали баптисты Тоже закрыт был Вот, наконец, пришел год 1917 Здесь тема у нас уже другая Вырисовывается Мы ее себе пометим Революция 1917 года И евангельское движение Сколько революций было в 1917 году? Подсказывайте Две Первая, как называлась? Октябрьская Нет Нет Первая 1917 года Буржуазная Да Февральская Буржуазная Революция Солженицын там Наготомное Сочинение Писал лет Много Десятки лет Однажды в каком-то интервью сказал Для того, чтобы Изучить период времени Исторический период времени Между февралем 1917 И октябрем 1917 Я затратил 20 лет 20 лет на изучение Вот этого короткого отрезка От февраля и до октября Настолько это было время насыщенное Всевозможными событиями Крупными Судьбоносными Буржуазная и социалистическая Да Вот в феврале Произошла буржуазная Революция К власти Пришло так называемое Временное правительство Временное правительство А что с царем В это время было? Отстранили Отстранили Или что? Убрали Арестовали Он сам отрекся Он отрекся От престола Николай II Провозгласил Манифест Об Отречении От престола Что во главе Временного правительства Стоял Уже упомянутый нами Алексей Федорович Керенский Министр Везде его показывают В таком вот Мундире Застегнутом На все пуговички Вроде бы В женском платье Он убежал Но эта версия Не особо подтверждена Может быть По этим соображениям Как отнеслось Временное правительство К верующим Неправославным Благосклонно Доброжелательно С пониманием Была объявлена Амнистия Временное правительство Объявило амнистию Политическим заключенным И заключенным За веру Тоже Вновь Из тюрьмы Ссылок Стали возвращаться Верующие По месту жительства К своим церквам Вновь закипела Активная Динамичная Бурная Евангельско-миссионерская Работа Верующие уже научились Быстро Мобилизоваться Когда наступала Свобода Всегда было такое Предчувствие Что свобода Будет ненадолго Пороткий период Надо его использовать Воспользоваться Шанс Данным от Бога Уличные миссии Начинают работать Уличная евангелизация Во многих городах Селениях Деревнях Солдатские миссии Открываются Походы в казармы Солдатские миссии В этой миссии Покаяния были? Были Да Были Да Были большие Покаяния Ну в это время Как раз Как мы Говорили По поводу Биографии Гетлера Пленные Стали возвращаться Военно-пленные Еще одна Еще один импульс Появился К пробуждению К расширению Гевангельского движения Увервавшие Военно-пленные Из Германии Их Их Насчитывалось Где-то Две тысячи То, о чем Говорил Фетлер Они Изгнали Одного Миссионера Я пошлю В Россию Две тысячи Миссионеров Вот Возвратились Две тысячи Миссионеров В разные Места Российской Империи Проханова В августе 1917 Года Приглашают Во временное Правительство На совещание Во временное Правительство Он выступил Там С речью С такой С программной Речью В чем Сейчас Главная Нужда России Состоит Он отметил Что в России Было два Освободительных Движения Одно Было Политическим Революционным А другой Религиозным Два Движения Шли Параллельно Политическое За Политические Свободы За Революционное Преобразование А Второе Религиозное Первое Движение Привело К революции А Второе Должно Привести К реформации К реформации России Что вот Такие Выводы Озвучил Проханов В своем Докладе На Госсовещании По Временному Правительству Что подразумевал Проханов Под Реформации Какие Перемены Что Должна Быть Полная Свобода Совести В России Что он Подчеркнул Тоже В своем Выступлении Полная Свобода Совести Отделение Церкви От государства Духовное Просвещение Повсеместное Должно Вот В таком Духе Такими Чертами Проханов Обрисовал То Как он Представлял Себе Настоящее Будущее России Если она Пойдет Дальше Вот Таким Путем Ну и Конечно В это Время Он Тоже Широко Использовал Новые Возможности В Москве В Петрограде В Москве Он организует Уличные Шествия Массовые По центру По центральным Улицам Москвы И там Были такие Известные Общественные Места Как Кинотеатр Форум Это Где-то Недалеко От Кремля Вот Напротив Библиотеки Бывшей Ленинской Он и Сейчас Там Есть Такое Храфтерное Здание Как Купол Планетария У Этого Кинотеатра Большое Вместительное Здание Там Проводились Собрания Проповеди Звучали Затем Шли по улице По улице С плакатами Где изречения Священного Писания Были С пением Там С духовыми Оркестрами С раздачей Литературы И еще В Москве Одно Весь Такое Место Здание Оно Тоже Сохранилось До сей поры Это Здание Политехнического Музея Недалеко От Красной Площади От Гума Длинный Длинный Такой Со специфической Старинной Архитектуры Что в этом здании Часто выступали Ученые С популярными Лекциями Поэты Музыканты Гесенин Маяковский Потом в советское время Андрей Вознесенский Белла Ахмадулина Такое Специальное место Где Представители Разных Таких Творческих Организаций Выступали И Там же Получили Возможность Проводить Собрания Верующие Проханов Выступает Там с проповедями Баптисты Павловы Павлов отец И Павлов сын Там же Устраивали Собрания Вот Какие темы Были Темы Как раз Соответствующие Моменту Прожением Революционным Идеям Там Устремлением И так далее Доклад Доклад В.Г. Павлова Притехническом Музее На тему Отделение Церкви От государства Вот Вот эту тему Он раскрывал В историческом Аспекте Там В современном В текущем Моменте Его сын Павел Павлов Еще более такую Острую тему Предложил Более современной Для той эпохи Политические требования Баптистов Вот такую программу Озвучил Павел Васильевич Павлов Политические требования Баптистов Ну по сути своей Они не были там Только политическими А он тоже говорил Там о свободе Совести Об отделении Церкви От государства О духовном Просветительстве О равенстве Что перед Богом Все должны быть равны Не должно быть там Духовенство И прихожан Вот Что из себя Представляли Так называемые Политические требования Баптистов Проханов Еще дальше пошел В это время Его Что хватило Такой энтузиазм И духовный Социальный Общественный Проханов Решил организовать Христианско-демократическую Партию Христианско-демократическое Партия Под названием Воскресение Воскресение Это в 1917 году Какая была программа Этой партии Ну что касается Всяких там Экономических Установок И целей Эта программа Совпадала Можно сказать Программа большевиков Землю народам Мир народам Землю крестьянам И так далее Это пылы В программе Прохановской партии Но кроме этого Проханов У Проханов Было много Пунктов Относительно Духовной сферы Свободу совести Отделение церкви От государства Свободу веры Вот такое приложение Было Чисто Духовного Церковного характера В этом было Главное отличие Среди верующих Сразу возникли Вражения Вопросы Как относиться К этой партии К этому начинанию Прохановскому Что это за Сфера такая Стоит ли нам В нее входить И участвовать Этот вопрос Даже рассматривался На одном из съездов Баптистов Отношение К ХДП Христианской Демократической Партии Съезд принял Такое решение Что участие В партии Это Дело Совести Каждого Это личное Дело На личное Усмотрение Каждого Церковь Там Или союз Или Там Пастор Не может Навязывать Там Определенные Какой-то Позиции В этом Отношении Общие Для всех Пусть Каждый Вольный Поступать Так Как у Павла Написано В одном из посланий Каждый Поступает По удостоверению Ума Своего В данном Случае Наверное Это Короче Изречение Павла Решение Было Принято Вот такое Не разобрались До конца Что На частном Уровне Каждый Может Вступать В эту Партию Или Не Вступать Но По-моему Была Сделана Оговор Что Служители Церкви Не Должны Быть В партии Пресс-фитеры Или Еще Кто-то А просто Рядовые Верующие Могут Быть Там Могут Не Быть Видеосеминария ТВС Благотворительный проект Наш общий вклад Обеспечит Доступное Христианское Образование И формирование Сотен Служителей По всему миру Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте www.tvseminary.com Наши Многие Миссионеры Росновоположники Они Политическим вопросом Тоже интересовались Почему? Потому что Это же напрямую Отражалось На жизни Верующих Там Будут Години Не будут Какой указ Какие законы Когда начались Всякие Вот эти Прожения По поводу Переустройства Общества Они тоже Этим Интересовались Это Окладывало Отпечаток На жизнь Были Такие Моменты В биографии Павлова Например Когда он В 1905 году Посещал Собрание Партии Кадетов Кадеты Конституционные Демократы И даже Несколько наших Служителей Павлов Одинцов И еще кто-то Создали Так называемый Союз Правды Любви И миролюбие Это было В какой-то Мирополитическое Объединение Правда Этот союз Недолго Просуществовал Может быть Год Или чуть Больше И потом Распался И Что людей Они там Недолго Замечание может быть и верное, но все-таки надо учитывать, как мы говорим, исторический контекст, обстановку того времени. Она вот сама заставляла проявлять интерес к тому, что происходит рядом в мире, в политическом мире в том числе. Этот интерес был временный, текущий такой. Это не значит, что они стали политическими деятелями, если сходили на собрания. Продолжение следует... Продолжение следует...